Леди Джейн Но слухи говорят, что ее любовник это вы Это мои проблемы А как же я? Это ваши проблемы ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Хуя? Я кунцу А хую? Я спрашиваю Ю-Ху? АПЛОДИСМЕНТЫ Мадам? Да? А ваш муж лежит посреди гостиной без дыхания А в руках у него какая-то бумажка А рядом сверхоток А-а-а Значит, это пришла заказанная мною шуба А-а-а 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 Есть у меня знакомая девушка Мэри Представляете? Сидим вечером у телевизора А она мне Джон, согрей меня Я ей накинул на плечи пальто А она снова Джон, согрей меня Я пододвинул ее кресло ближе к камину А она Джон, согрей меня И тогда Я уложил ее в постель Не буду англичанином Если через месяц Она не станет моей А-а-а 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 А как же Шерла Холмс Обходил себе женщину Элементарно Ватсон? 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 Да, Роман Что там происходит? Проститутки Лондона митингуют, сэр. Требуют повышения заработной платы. А что, им действительно мало платят? Я бы не сказал, сэр. Так что же они постуют? Гляньте, сэр. Лорд, на прошлой неделе в парламенте вы заявили, что все английские женщины продажны. И я продажна? Да, Ваше Величество. И сколько бы вы за меня дали? Три фунта стерлингов, Ваше Величество. Почему так мало? Вот видите, Ваше Величество, и вы торгуетесь. Вот, выйдем мы с тобой из тюрьмы. Купим булочку сдобную. Я кусь, ты кусь. Я кусь, ты кусь. Я кусь-кусь, ты кусь. Ты что, дура, делаешь? Это чтобы ты, гадина, два раза не кусала. Сучка Берри Вор Принесите ташку А мы будем плевать Берри Вор Не надо дать их Мы обосрались Милостивый государь Вы вчера грубо обошлись с вашей женой Моей сестрой Потрудитесь взять мою карточку Мы будем драться К сожалению, вы обоздали, сэр Я уже дрался с вашей сестрой Вчера Сосед Братан Гоги Гоги Пойдем по Москве погуляем Шашлыка, водочки попьем Какой разговор Подожди, подожди, дорогой Подожди Гоги, нахрена тебе этот булыжник нужен? Эээ, геноцвали Разве можно по Москве без документов ходить? Ох, не нравятся мне эти звуки Не нравится мне эта музыка Нет, не нравится мне этот барабанщик А почему? Барабанит хреново Ну и напугали вы меня, дедушка А что вы делаете в такое позднее время Здесь, на кладбище? А вот, детушки мои Имя мое неправильно написали Исправляю! А-а-а-а! Взял, да и застрелил их обоев и зажил нормальной половой жизнью. У меня и зубов-то нет. Ну разорви ей вену, напьешься кровью. Сразу хорошо почувствуешься. Старая, у меня и ногтей-то нет. А че сидишь-то? Месячные ждут. Сэр, мой хозяин, мистер Джонс, передает вам привет и сообщает, что он застрелил таки свою собаку, которая своим воем и лаем не давала вам спать. Я признателен мистеру Джонсу. Спросите, не будет ли он столь любезен отравить еще свою жену или хотя бы сжечь ее пианино? Ну, Джон, что у вас здесь новенького? Да ничего нового не случилось, сэр. Вот разве что ваша любимая канарейка сгорела. Как? Моя любимая канарейка сгорела? Как же это произошло? Она сгорела во время пожара вашей летней резиденции. Боже, моя летняя резиденция сгорела? Да, сэр. Она загорелась от свечки, которая упала с гроба вашей мамы. Боже, неужели моя мама умерла? К сожалению, сэр. Ее хватил инфаркт, когда она узнала, что ваша жена вам изменяет. Ну, знаешь, Джон, для меня уже давно не новость. Вот-вот, я же говорю, ничего новенького не случилось. Вот только ваша канарейка сгорела. Сгорела. Сэр. Любезный, будь добр. Зайди в комнату к леди и скажи ей, что я задерживаюсь в клубе. Но леди уже ушла спать, сэр. Тем не менее, пойди к ней и доложи, что я просил. Сию минуту, сэр. Сэр. Сэр, я сделал так, как вы просили, но ваш голос из-за двери ответил мне, чтобы я убирался. Немедленно возьми автомат и застрели человека, который находится сейчас в спальне с моей женой. Но как, сэр? Это приказ. Сию минуту. Алло, сэр. Я сделал так, как вы просили, но ваша жена пыталась защитить этого мужчину, и он вынужден был ее застрелить. Но Берримор... Сэр, я не Берримор. А, извините, любезнейший, я, кажется, ошибся номером. Сын мой, вы, наконец, достигли того возраста, когда пора подумать о женитьбе. Вот, например, мисс Гамильтон. Известнейшая фамилия, прекрасная, приданная, да и хороша собой. Ну, она мне не нравится. Ну, хорошо, тогда мисс Свитц, конечно, не такая известная фамилия, но тоже хорошая, приданная. Знаете, мама, она мне тоже не нравится. Хорошо, Джон. На ком бы вы сами хотели жениться? Мне неловко говорить, мама, но я хотел бы жениться на нашем конюхе. Как? Он же католик! Дорогая, я... Я... Я сделал вам больно? Нет, что вы, дорогой. Да ну, вы пошевелились. Вам показалось. Ой, опять в гей-клубе был, пидор старый. Ой, небось, не стоит-то уже. Все туда же, а, гандун толстый. Фу, вонючий такой, как горшок этот вонючий, потный. Фу, скотина. Фу, блядь, в гей-клуб ездил, пидор старый. Ошибаетесь, Беримор. Просто съездил в город купить новый слуховой аппарат. Подумать только, какие ужасные эти американские солдаты. Вчера в баре трое солдат с американской ракетной базы изнасиловали официантку. Ах, трое солдат. Ах, трое солдат. Трое солдат. На необитаемом острове немец, хохол и русский. Остров маленький, жрать нечего. Кинули жребий. На завтрак съели руку хохла. На обед съели ногу немцы. Приближалось время ужина. Ну-ну, ребят. Вот, плашу. Ой, так цешку в пасках. Сосиска. Пепеська. По йогурту и спай. Здорово, пацаны. Что-то скучно у вас в хате. Меня на тюрях бы две такие тёлки провожали. Вот на сиське, вот. Жопа, вот. Вот. Зря, зря фрейрот на себе показал. Плохая примета. Островие. А-а-а! А-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok